Антиправительственные протестующие в столице Таиланда заявляют, что намерены свергнуть временное правительство даже после того, как армия неожиданно ввела режим военного положения по территории всей страны. Как сообщило армейское руководство, военное положение необходимо для восстановления порядка после шести месяцев уличных протестов, лишивших страну нормально действующего правительства. Между тем, в командовании утверждают, что объявленный режим не является военным переворотом. Солдаты уже начали останавливать автомобили на подъезда к Бангкоку, заняли некоторые перекрёстки, а также выставили блокпосты у телевизионных станций. При этом Временное правительство, состоящее из сторонников бежавшего из страны бывшего премьера Токсина Чиновата, говорит, что продолжает выполнять свои функции. В разных районах в городе находятся временные лагеря как противников, так и сторонников действующей власти. Армия объявила, что для обеспечения порядка протестующим запрещается передвигаться по улицам города. Военные также запретили вещание 14-спутниковым телеканалам, как проправительственным, так и оппозиционным, заявив, что транслируемый там материал угрожает национальной безопасности. Антиправительственные демонстранты призывают выбрать нейтрального премьер-министра. По их мнению, он должен провести реформы, которые бы остановили вмешательство Токсина Чиновата в политическую жизнь в стране. Лидеры так называемых краснорубашечников, которые поддерживают нынешние власти, пригрозили активизировать протесты, если Временное правительство будет отстранено. Их оппоненты, в свою очередь, говорят, что не намерены отступать и будут добиваться свержения власти. Главный военнокомандующий страны призвал стороны конфликта к диалогу. Напомним, с ноября, когда в стране вспыхнули антиправительственные протесты, в стычках погибло 28 человек. Ещё около 700 получили ранения.